Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Сергей Сербин, директор гипермаркета Вова и Людмила Голубева, администратор этого гипермаркета. Ребята, здравствуйте! Во-первых, хочу поздравить вас в первую очередь, что наконец-то это произошло, гипермаркет открылся. А как ощущения? Только хорошие. Ощущения положительные. Мы ждали и ждем вас, жителей города Рязань. Наконец-таки до вас добрались. Почему наконец? Потому что гальковато у нас склад находится в Санкт-Петербурге. И нужно было построить схему замены товара. Но доехать до города Рязань, конечно, это нужно потратить на 10 километров. Я так понимаю, главное было бы желание, да? Желание было. Но это сеть гипермаркетов. То есть как бы вот из Питера вы не только в Рязань добрались, насколько я понимаю. Да, вы много куда добрались. Абсолютно правильно. У нас сначала развивалась сеть в городе Санкт-Петербурге. Поначалу у нас были небольшие магазины. Это порядка 40-50 квадратных метров. Потом практика показала, что эти магазины потихонечку стали себя изживать. Почему? Потому что у нас есть такой нюанс, что каждая вещь индивидуальна и довольно-таки проблематично подобрать по размеру при маленькой площади. А когда большая площадь и гораздо больше шансов почти у каждого человека, даже не почти, а абсолютно 100% можно гарантировать, что человек может прийти и выбрать себе вещи именно по размеру. Поэтому мы стали развивать уже другого формата. Это большого формата магазины. И после Санкт-Петербурга возникла идея поехать уже немножко подальше. Ну, в Рязани поехали не сразу. Сначала начали охватывать самые ближайшие города. От Санкт-Петербурга это Псков, это Тверь, Вологда, Череповец. Ну, потом попали мы в Тулу. А после Тулы посмотрели по карте, что тут же рядом и Рязань. Таким образом мы приехали сюда к вам. А как давно вообще? Вот охват огромный, да? А как давно сеть существует? Ну, как такова сеть, она сформировалась примерно 5 лет назад. А те люди, которые начинали и продолжают, именно тему секонд-хенда у нас здесь на российском рынке, история началась 17 лет назад. А вот что за это время изменилось? Может быть, даже глобально что-то изменилось? Перемены очень глобальные, как и у нас вообще в стране происходит. Идею эту мы не придумали. Мы ее взяли с Запада, Европы. У них это уже вековая история. У нас это начало 90-х годов. И многие, наверное, знают, как этот вообще рынок начал формироваться. Это были банальные раскладушки, это были какие-то базарчики, где это было все валялось горками. Люди приходили, ковырялись, чего-то там находили и были довольны. Потом потихоньку-потихоньку с улицы это перешло уже на торговые площади маленького формата. Ну и таким образом мы дошли до нормального, красивого, чистенького, аккуратного магазина. Цель одна – удовлетворить наших покупателей, оказать им максимум комфорта. У нас в каждом магазине достаточно примерочных, чтобы люди спокойно могли примерить и выбрать то, что им подходит. Но я так понимаю, что по достаточно низкой цене можно подобрать не только качественную одежду, но еще и брендовую, да? Конечно. В Европе, например, вообще уже давно так делают, да? То есть люди не тратят какие-то огромные деньги зачастую, но тем не менее выглядят. Ну, здесь есть маленький момент философский. Некоторая часть людей, она, ну, под любым предлогом они не пойдут именно в магазины Second Hand. Почему? Это, конечно, выбор каждого человека. Ну, моя позиция очень простая. Почему это происходит? Люди говорят, вот вещи БУ. Ну, начнем с того, что эти вещи не все БУ. Есть достаточно много вещей, которые новые, но они без этикеток. Есть вещи, которые также с этикетками, абсолютно новые. Вот. И относиться, что вещь БУ, и у нее какая-то есть отрицательная энергетика, тогда у меня один простой вопрос. А если так вдуматься, если философствовать на эту тему, задайте себе вопрос. А машина у вас, если она есть, она новая или она тоже БУ? А жилье, квартира или дом тоже новые или тоже они БУ? Поэтому вся эта энергетика, она снимается с банальной стиркой и глажкой. Но, на мой взгляд, я бы лучше потратил меньше денег на одежду, но очень выборочно и качественно бы оделся. А сэкономленные денежки я бы потратил на тот же отдых, на какие-то другие вещи, более нужные в каждой семье и каждому человеку. Людмила, вот вы как администратора гипермаркета про ассортимент расскажите, пожалуйста. Ассортимент огромный. От детских вещей, кончая домашним обиходом, есть практически все. И обувь, шуба у нас есть норковая, каракулевая и искусственная. Как длинные, так и короткие. То есть можно купить все и даже шубу? Да, да. То есть можно прийти и остаться там жить, да? Да, да, да. Уходить не хочется оттуда. Какое-нибудь принципиальное отличие от других, может быть, подобных магазинов, которые уже там давно есть в нашем городе, оно имеется? Может, какие-то скидки там специальные? Принципиальное отличие, ну, есть. Это отличие, оно заключается в том, что мы стараемся, и мы это делаем, и выполняем. Мы каждую неделю полностью меняем весь ассортимент. У нас через неделю, как вещи проторговались в неделю, в магазине от этой партии не остается даже одного шнурка. То есть в пятницу вечером весь товар остатки, они уезжают обратно на склад, и привозится новый товар, и увешивается заново. Мы начинаем работать в субботу с новым товаром. И так у нас этот цикл повторяется из недели в неделю. Это первый момент. А второй момент – это скидки, начиная с понедельника, по возрастающей. Понедельник – 10, вторник – 20, среда – 30, четверг – 40, пятница, заключительный день – 50% на весь товар, который присутствует в магазине. И вот не могу, конечно, не спросить, на самом деле это вопрос, который, ну, в принципе, мне вот, например, интересно узнать этот ответ. Почему все-таки Вова? Кто такой Вова? Вова. И почему вы его именем назвали магазин? Основная часть людей, она сразу себе представляет, что владелица этой сети – это Владимир или Вова. На самом деле, когда задумывался и вообще родился этот слоган, этот логотип, это получилось по-другому. Расшифровка – всегда огромный выбор ассортимента. Получился Вова. Так что Владимир к нам никакого отношения не имеет. Ну, прямо разочаровали. Я уже думала, что сейчас мне Вову опишите, представите, практически расскажете, кто такой. Какой-нибудь самый запоминающийся покупатель был у вас? Ну, в каждом городе есть, конечно, такие покупатели. Мне приходит в голову пример Санкт-Петербурга, когда у нас сотрудница-продавец, которая работает в зоне примерочных, она обратила внимание, что двое ребят пришли с игрушкой, как ей показалось на первый взгляд. В тележке лежала игрушка, как она поняла, это обезьянка. На самом деле это оказалась живая обезьяна, и люди пришли в отделе детских вещей, нашли маленькие какие-то вещи размером на куклу, на эту обезьянку, и они стояли в очередь, чтобы зайти в примерочную, надеть эту обезьянку. То есть беспермерочная обезьянка стеснялась, да? Видимо, так. Ну что ж, ребят, хороших вам покупателей, вообще успехов и развития, чтобы с нашим городом все обязательно наслажилось. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня был сегодня Сергей Сербин, директор гипермаркета Вова, и Людмила Голуба, администратор гипермаркета. Ну и, конечно же, приходите, торговый центр Московский, опять же, на Московском Вова вас ждет. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»